У Росгвардии нет военной техники. Действия-то какие? Как быть вот тем, кто сейчас живет на границе? Граждане России уже второй день пребывают в шоке. Они не могут понять, почему диверсионные группы на бронетехнике с такой легкостью проникают на территорию России и там хозяйничают. Ведь последние полгода российские власти и российские СМИ уверяли, что в Белгородской области на границе с Украиной построена настоящая засечная черта. Сплошная полоса из противотанковых рвов, бетонных пирамидок и минных заграждений. Границу Белгородской области с соседним государством продолжают укреплять. Рабочий день губернатора начался с осмотра засечной оборонительной черты. Белгородский губернатор Гладков регулярно публиковал в своем телеграм-канале отчеты о строительстве укреплений. Постил красивые фотографии траншей и бетонных пирамид, которые пропаганда гордо называла зубами дракона. В общей сложности на строительство этой засечной черты потратили 10 миллиардов российских рублей. Это примерно бюджет Чернигова. И вот теперь выяснилось, что никаких укреплений на самом деле не построили и выделенные деньги попросту украли, так как ничто не мешает диверсантам спокойно переезжать границу и проникать на территорию России. Возмущенные жители Белгородской области стали высказывать недовольство и задавать неудобные вопросы по поводу построенных укреплений тому самому губернатору Гладкову во время его онлайн-конференции. Мол, как же это так? Вы столько рассказывали о строительстве укреплений, а диверсанты взяли и просто запросто через них проехали. Уважаемый губернатор, все-таки не могу не спросить. Идет полтора года СВО, Белгородская область, приграничный регион. Боевые действия 24 февраля. Власти рассказали, что все под контролем, что построена засечная черта, пирамидки там и так далее. При этом противник доходит до райцента практически на танках, минуетые села. Это как? Почему дырявые границы? Это не говоря о постоянных обстрелах того же Бекина, минных ранений, смертях наших жителей. Разве нельзя попросить Министерство обороны, федеральную власть усилить безопасность региона, если у нас все плохо? Да федеральная власть уже и так неслабо усилила безопасность региона. Взяла и развязала войну с соседним государством, с которым Белгородская область граничит. В результате чего на территорию области впервые с 1940-х годов пришла война. До этого, до того, как федеральная власть решила атаковать Украину с безопасностью, в Белгородской области все было нормально. Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. А губернатор Гладков стрелки технично перевел на Министерство обороны. Говорит, у него и у самого много вопросов к Министерству обороны. То есть, по сути, он вслед за Пригожиным стал просто пинать Шойгу и перекладывать на него ответственность за все провалы и неудачи. Правда, при этом Гладков не объяснил, почему он полгода в своем телеграм-канале постил красивые фоточки, рассказывал, что строительство засечной черты идет по плану, никаких проблем нет, никаких вопросов к Министерству обороны он тоже не писал. Теперь выяснилось, что и вопросы к Министерству обороны есть, и проблемы, оказывается, есть. Причем все эти проблемы Россия создала себе исключительно сама, своими руками. Пока Путин не напал на Украину, никаких проблем с безопасностью у жителей Белгородской области не было. Никто их не атаковал, никто их не обстреливал. А когда Путин развязал преступную войну, война пришла не только на землю Украины, но и на землю самой России. И теперь российские пропагандисты уже открыто признают прямо на государственных телеканалах, что сделать с этим ничего нельзя. Россия просто не может ничего с этим сделать, потому что у нее не хватает ресурсов, чтобы как-то исправить эту ситуацию и взять ее под контроль. Пограничники с собаками едва ли помогут. У Росгвардии нет военной техники в том количестве, которая бы потребовалась для отражения. Действия-то какие? Как быть вот тем, кто сейчас живет на границе? Просто у второй армии мира, которая собиралась захватить Киев за три дня, техники не хватает. И поэтому она не в состоянии защитить российскую границу, говорит Ольга Скобеева. К ней в эфир там, кстати, дальше включился полевой командир ДНР Александр Ходоковский, который, собственно, и начинал войну еще в 2014 году. И дальше человек, который фактически сам своими руками все это разжигал, все это начинал, из-за которого теперь в том числе страдают жители Белгородской области. Дальше этот самый человек заявил, что Россия попросту не в состоянии контролировать свою границу, потому что у нее для этого не хватает ни людей, ни средств. У меня, собственно говоря, и нет задачи сказать что-либо успокоительное. Моя задача обозначить контуры проблемы. Мы же понимаем, что наш основной ресурс, и технический, и людской, сейчас задействован на самых горячих точках боевого соприкосновения и в целом по всей протяженной линии фронта. Ну, вы понимаете, ребята просто очень заняты. Они там Украину грабят и разрушают. Поэтому границу некому охранять. Но вы, главное, не переживайте. Путин же сказал, что спецоперация идет по плану. Значит, это все по плану. Так и было задумано. Понятно, что на перекрытии всей государственной границы Российской Федерации, в местах, где она соприкасается с враждебной нам Украиной, у нас сил и средств не хватает для того, чтобы сделать это сплошным, глобальным, это перекрытие, чтобы не было никакой возможности со стороны Украины проникнуть. Это просто гениально. То есть, они развязали войну, бросили всю свою армию на захват чужой территории, на разрушение городов в чужой стране, но при этом не способны защитить свою собственную территорию. Типа, знаете, мы тут заняты разрушением Бахмута, поэтому нам вообще по барабану, что там в Белгороде происходит. Пусть его фашисты хоть целиком весь вырежут. Фактически, Россия прямо признает на своих государственных телеканалах, что для нее оккупация части территории чужой страны важнее, чем защита своей собственной территории и своих собственных граждан. Знаете, я даже как-то не могу припомнить подобных примеров в истории. Это же какая-то шизофрения. Ну, казалось бы, если есть проблемы, у тебя твоя страна в опасности, твоя территория в опасности, ну вот она, твоя армия, возьми. Забери войска из Украины, размести их в своих приграничных областях, и все будет сразу нормально. Не будет никакой угрозы твоим гражданам. Никто на тебя не нападет. Ну нет. Им реально важнее какую-нибудь Маренку закатать, просто превратить в руины, в щебень, в груду кирпичей, чем защитить своих граждан на своей территории, в своей исконной России, в Белгороде. Там им плевать, пусть там вообще творится что угодно, они признают, что у них не хватает на это людей, потому что все люди заняты какими-то грабежами, мародерством в Украине, захватом украинских городов, разрушением Углидара, разрушением Бахмута. Ну вот реально у людей в приоритете сделать плохо соседу, кого-то захватить, поубивать в соседской стране, чем у себя навести порядок, чем у себя защитить своих, защитить свою собственную землю. У меня даже как-то и слов нет, чтобы все это охарактеризовать. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны до сих пор, обязательно оставляйте комментарии или лайки, так видео получит больше охват, ну и соответственно больше людей узнают правду о том, что происходит.